Добрый вечер, в эфире «Вместе» Карачаево-Черкесия, в студии Ярославчиков. Сегодня в день героев Отечества. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров возложили цветы к вечному огню у памятника защитникам перевалов Кавказа в поселке Орджоникидзовский. Наша страна во все времена славилась ратными подвигами и бесстрашными воинами. Среди них есть и наши земляки. Они удостоены высоких государственных наград званий Героев Российской Федерации, Советского Союза, Орденами Мужества. Мы помним героев всех лет, их подвиги и свершения. Мы гордимся и нашими современниками. Вечная слава нашим героям, низкий поклон дорогим ветеранам, благодарность ребятам на передовой. Сказал глава республики Рашид Тимрезов. Я всегда мечтал только летать. Он стал не только летчиком, но и уикавечил свое славное имя, вписав его в великую историю России. Сегодня на центральной площади Карачаевска торжественно открыли памятник Герою России Канамату Баташеву, погибшему исполняя свой долг перед Отечеством в ходе специальной военной операции. Анина Каракетова продолжит. На главную площадь Карачаевска, которую отныне носит имя Героя России Канамата Баташева, личная инициатива главы Карачева Черкесии Рашид Тимрезова, пришли почти все горожане, чтобы отдать дань уважения его героическому поступку и выразить соболезнования родным и близким. Все организовали, как и достойно человека такого ранга, вынос знамен флага России, флага родной республики Канамата Баташева, гимны, минута молчания. Отдать дань уважения герою приехал и лично глава Карачева Черкесии. Обращаясь к собравшимся, а в первую очередь к родным и близким Канамата Баташева, Рашид Тимрезов назвал его, безусловно, талантливым летчиком, посвятившим свою жизнь, покорению неба, настоящим патриотом, достойным примером грядущим поколениям, который не остался в стороне в час, когда родина в нем нуждалась. Канамат Хусевич завершил свой путь военного летчика как настоящий герой. Выполнил свой воинский долг в зоне специальной военной операции, сохранив жизни многих других российских солдат. Я хочу искренне поблагодарить всех, причастных к увековечению памяти нашего земляка. Канамат Хусевич будет примером для всех нас, примером мужества, чести, героизма и искренней любви к Отечеству. Уверен, к монументу будут приходить сотни мальчишек, и кто-то из них наверняка выберет профессию летчика, потому что он почувствует горячее желание стать похожим на Канамат Хусевича. Память о нем будет воспитывать и укреплять патриотический дух у граждан всех возрастов, что особенно важно сейчас в новых тенденциях мировой политики. Сегодня сотни российских солдат участвуют в спецоперации, борясь с неонацизмом. «Время выбрало нас», – сказал, обращаясь к собравшимся, участник СВО Вячеслав Беляев. Он лично не был знаком с Канаматом Баташевым, но рассказал, что подвиг этого героического летчика-снайпера стал примером и придавал сил им, молодым солдатам. Обращая их к собравшимся, Вячеслав подчеркнул, что Канамат Баташев, совершая этот поступок, думал о людях, 8 лет подвергавшихся геноциду со стороны киевского режима. Я лично его не знал, но я за его подвиг наслышан. На самом деле, великий человек, я считаю, не отвернулся, вернулся, грубо говоря, и в одиночку, я так понял, нанес сокрушающий удар противнику. Тем самым спасая жизни наших парней. Право торжественно открыть памятник герою России, военному летчику-снайперу, генералу-майору Канамату Баташеву предоставили Рашиду Тимрезову и младшему брату Мурадину Баташеву. Винки и цветы возложили к подножию памятника многочисленные делегации и жители города. Сегодня я чувствую волнение и гордость, что сегодня открывает памятник в честь его героического подвига и переполняет, конечно, чувство, что он, как настоящий патриот, сделал для своей страны. Люди уходят, умирают один раз. Он ушел, как герой. Герои не умирают. Я очень рада, что этого человека увековечили памятником, назвали в честь него площадь, главную площадь города Карачаевска. Канамат Баташев всегда мечтал о небе и самолетах. По словам брата, Мурадина Баташева с детства к этому стремился и очень серьезно готовился. За плечами Канамата Баташева – ледное училище, Академия генерального штаба и заветное небо и профессия летчика-снайпера. Он сумел добиться своего. Стал высококлассным профессионалом. Всю свою сознательную жизнь посвятил служению Отечеству. Был человеком высоких моральных качеств и настоящим патриотом. Был в биографии генерала-майора Канамата Баташева очень неприятный момент. Его обвинили в крушении самолета Су-27. Петрозаводский гарнизонный военный суд приговорил его к четырем годам лишения свободы условно и к возмещению материального ущерба в размере 5 миллионов рублей. И будучи на пенсии много лет, Канамат Баташев выплачивал этот долг. Но несмотря ни на что, при первом зове родины он отправился защищать ее интересы в числе первых. Тем самым еще раз доказав верность присяге и еще раз отстояв свою честь. О том, что Канамат Баташев участвует в специальной военной операции, не знала ни его семья, ни родные. Генерал-майор ВВС России погиб, спасая группу попавших в окружение российских военных. О группе он услышал в воздухе, уже возвращаясь в задание, и решил помочь бойцам. Он знал о грозящей опасности, но чувства долга и воинского братства были сильнее опасений за свою жизнь. И это было его взвешенное личное решение. Есть старинная поговорка «Сила народа в его достойных сыновьях». Канамат Баташев тому подтверждение. Мадина Каракетова, Лебостанов, Вести, Карачаево, Черкесия, Карачаевск. Сегодня в Черкесии в Парке Победы также прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества и памяти генерал-майора Канамата Баташева. Тему продолжит корреспондент Артур Мхце. История Дня Героев Отечества берет начало в XVIII веке. В 1769 году императрицей Екатериной II был учрежден Орден Святого Георгия Победоносца как знак воинской доблести, отваги и смелости. Позднее в разные годы появлялись другие боевые награды, которыми отмечали особые заслуги граждан нашей страны. А в 2007-м российские парламентарии выдвинули идею о возрождении традиций празднования этого дня как дань памяти героическим предкам и чествование ныне живущих героев Советского Союза, России, а также кавалеров орденов Святого Георгия и Славы. Сегодня в Парке Победы в Черкесске вспоминали людей, отдавших свои лучшие годы жизни защите Отечества. Члены республиканского правительства, представители ведомств, политических, общественных, патриотических организаций возложили венки и цветы к братской могиле на Аллее Славы. Участники мероприятия почтили память и героя России Кономата Баташева, погибшего в мае нынешнего года при исполнении воинского долга на востоке Украины. Высокий уровень его профессионализма всегда получал достойную оценку среди специалистов. Его командирские способности проявлялись на всех уровнях службы и в любом месте, куда бы его ни направляли. Это было и в Забайкале, где он возглавлял авиадивизию, и в Воронеже, где стал командиром крупной авиабазы. Выйдя в запас, генерал обучал в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пилотному мастерству подрастающее поколение будущих защитников Отечества. Когда на фашистов Россия пошла, Мировому злу бой объявила. Кономат первым стал, хоть она не звала. Офицерская честь так решила. Он свой воинский долг, как офицер, генерал, выполнил до конца и остался верен боевому братству. Жертвуя собой, он спас много молодых ребят. Я приехал с Астрахани по приглашению ветеранов боевых действий Карачаев-Чергесии на данное мероприятие. И мы едины. Пока мы едины, мы непобедимы. Царство небесное ему, вечный покой. Символично, что именно в День Героев Отечества на Аллее Славы в Черкесске появилось еще одно имя генерал-майора Кономата Баташева. Он был профессионалом своего дела, примером для новых поколений защитников Родины. И до конца выполнил свой воинский долг. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. И сейчас мы возвращаемся в Карачаевск. В рамках рабочей поездки Рашид Имрезов провел рабочую встречу с мэром Карачаевского городского округа Маратом Урусовым. Мэр рассказал об основных показателях социально-экономического развития округа за 2022 год. Он отметил, что благодаря комплексной работе удалось достичь увеличения собственной доходной части бюджета Карачаевского городского округа и оптимизировать расходную. Марат Урусов представил также концепцию благоустройства центральной части Карачаевска. Со следующего года работы начнутся. Рашид Имрезов обратил внимание мэра на то, что в связи с запуском двух котельных в Тиберде со следующего года существенно увеличится количество заявителей на догазификацию. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью в горах небольшой снег, днём преимущественно без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду, температура ночью 0-5, а днём 7-12 градусов выше нуля, в горах до плюс 6, и на дорогах гололедица. В Черкесске без осадков, ветер восточный и 5-10 метров в секунду, температура ночью 0-2, а днём 7-9 градусов выше нуля. Ура! Цирк приехал! 17 декабря в Кисловодском цирке Ярослав Запашный, тигры на земле и в воздухе. Билеты на сайте и в кассе цирка. Спешите! Категория 0+. 585 золотой. Лучший момент сейчас. Сейчас скидка до 70%. Золотой подвес с бриллиантом и изумрудом всего от 4680 рублей. Лучший момент сейчас. 585 золотой. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Продолжаем выпуск. Воспитание достойных граждан своей страны одна из главных задач общества и государства. В Черкесске открыли учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Подробности у Али Баташева. Цель создания учебно-методического центра «Авангард» подготовка к военной службе, военно-патриотическое воспитание молодежи, физическое развитие обучающихся. Говорили на открытии. Миссия центра заключается в создании условий для формирования у молодежи лидерских качеств, устойчивой гражданской позиции, чувства верности Отечеству и личной ответственности за судьбу страны. Центр «Авангард» создан по указу президента страны Владимира Путина по инициативе Министерства обороны России при большой поддержке главы республики Рашида Тимрезова Министерства по делам молодежи Карачаева-Черкесии. Директор учреждения Осман Баев сообщил, что воспитанниками «Авангарда» станут подростки от 14 до 17 лет. В основном это учащиеся старших классов общеобразовательных школ, студенты образовательных организаций среднего общего и среднего профессионального образования. Сегодня, как никогда, для Отечеству нужны здоровые, смелые, грамотные и инициативные люди, которые готовы учиться, работать на благо нашей Родины. В программе обучения Центра «Авангард» занятие по истории родного края, строевая и физическая подготовка, наказание первой медицинской помощи пострадавшим, знакомство с различными видами оружия, находящимися на вооружении российской армии. Свои навыки по сборке и разборке автомата первыми показали студенты технологического колледжа Черкесии. Вера Дзюбина и Роман Труфанов, которые выбрали профессию сотрудника МЧС. Мне очень нравится помогать людям, я очень люблю людей, я неравнодушен к бедам другим, всегда готов помочь. Мне всегда нравились спасатели, они всегда добры к людям, готовы помочь в любое время. Центр «Авангард» рассчитан на 30 человек. Наличие в здании спальных помещений, столовой и санитарных комнат позволят проводить на его территории учебные сборы от пяти и более суток для подготовки будущих защитников Отечества к военной службе. Али Баташев, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. ГИБДД Республиканской столицы призывает гостей жителей Черкеска быть внимательными к дорожным знакам. По распоряжению мэрии изменено направление транспортного движения на площади Кирова, на участке от улицы Горького до Кавказской. Ахмат Халкечев продолжит. Знак «3.1» в народе кирпич уже сменил свою дислокацию. В запрещенную теперь сторону пока продолжают выезжать авто, которые заехали на этот промежуток дороги еще до смены направления одностороннего движения с юга на север. Ну а с улицы Кавказской, где как раз и дежурят сотрудники госавтоинспекции для обеспечения порядка и разъяснения изменений водителям, многие по привычке поворачивают на Кирова. Но невнимательных полицейские разворачивают, указывая на запрещающий знак. Хочется обратиться к гражданам, чтобы они были внимательнее и смотрели на знаки. За данное нарушение идет административное наказание в виде штрафа в сумме от 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения от 4 до 6 месяцев. Знак, который стоит под уступить дорогу, поворот налево запрещен. Здесь штраф идет от 1000 до 1500 рублей. Данное решение, как делится инспектор по пропаганде городского отдела ГИБДД Руслан Каблахов, продиктована необходимостью разгрузить улицы Горького и Красноармейская. Обе эти транспортные артерии, особенно в момент утренних и вечерних пиковых нагрузок, встают в транспортном заторе. Машин очень много по городу, конечно. Движение огромное. Надеюсь, что улица Красноармейская разгрузится, будет движение нормальное. Ахмар Калкищев, Расул Бердеев, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Дуэты». Субтитры создавал DimaTorzok